И всем привет ребят, с вами Стравайки, я сейчас записываю новый ролик, сегодня видео ролик посвящен нашему замечательному ивенту Ралли Танкар, сегодня у нас уже стартовал третий день этого ивента и сегодня у нас тот самый день, когда у нас уже есть 4 команды, которые проходят дальше, проходят во второй этап и есть 2 команды, которые у нас будут бороться за невылет из нашего Ралли Танкар. Сегодня подведем, ну такие, небольшие, можно так сказать, промежуточные итоги, я поделюсь своими мыслями по поводу этих двух дней, вы в комментариях напишите, что вы думаете, ну и увидим то, что вы видите сами, да, это то, что у нас пропала куда-то команда и непонятно, как это работает, где эта команда, почему ее здесь не показывается и с чем это вообще все дело связано, да, потому что у нас на игру на вылет должно быть 2 команды, а именно оставались у нас команды Орешков и команда Котов и куда-то Коты пропали. То есть у нас на выбывании стоит одна команда, а не 2, да, и это максимально-максимально странно, непонятно, как это работает и с чем это вообще связано, да, но, но, но я очень сильно надеюсь, что это просто баг, да, изначально вообще где-то час назад показывал вообще совсем 2 другие команды на вылете, да, показывал их Хьюстонов и Лам на как раз-таки 2 команды, которые якобы уходят на выбывание, хотя они занимали первое и второе место, да, как показывают теперь уже сейчас, но пока что еще одна команда до сих пор здесь не показывается. Как вы видели, на основном аккаунте я набил 212 звезд, я просто обновился и у меня сразу перешло на тот аккаунт, который открыт, а так в целом я сумел пройти первый этап на двух аккаунтах, да, на бездонате я купил премку, кто смотрит стримы тут в принципе видел, как я набивал звезды, приобрел премку с комплектом на 7 дней и начал движуху с формилочкой на двух аккаунтах сразу, постараюсь и дальше по ходу всех этих этапов набивать звезды и получать призы, ну и получается за первый этап я на двух аккаунтах с личного прогресса забрал вот эти вот замечательные бонусы. Понятное дело, что на первом этапе это не такие прям важные призы, но все же почему бы и нет, почему бы и нет, почему бы не поучаствовать и на бездонате, не поформить дополнительные кристаллы на прокачку аккаунта, при том, что я отлично понимаю, что мне лишние кристаллы точно не будут сейчас на бездонате, я хочу прокачать все резисты на фулл, а чтобы это все дело сделать, мне надо, ну довольно большое количество кристаллов, понятное дело, что я буду все это дело копить до 50% скидок на модули, а 50% скидки еще будет не близко, но также параллельно просто прокачивать буду еще какие-то дополнительные резы, может быть как с рельсой произойдет какой-нибудь выход устройства, я его случайно выбью на аккаунте и прокачаю тоже пушку, но поэтому в принципе бездонат тоже начинает процветать в рамках этого ивента. Ну и в целом, две мои фракции, на основе я попался за ноуров, да, как мне сказали, что ноер это неправильно, что режет слух, что это якобы на французском вроде как название, да, и поэтому извиняюсь, кому там режет слух, кто там знает, я просто особо сильно в этом деле вообще не разбираюсь, поэтому как оно правильно произносится, я тоже не шарил, да, то есть если они ноуры, то пусть будет ноуры, да, то есть пока что две мои фракции идут очень неплохо, да, что меня не может не радовать, есть большое количество игроков, которые уже покупают вот этот ивент большое количество звезд, да, и тем самым сейвят какие-то команды, да, то есть например такие игроки как Валя, Захьюстонов и Туза, которые купили по 3000 звезд, уже неплохо продвинули фракцию, также вот здесь есть залам молодой человек, который купил 4500 звезд с ником диверсант, да, и понятное дело, что вот в каждой фракции есть такие игроки, которые приобретают звезды, здесь целых 4 игрока, которые купили звезды, да, которые я более чем уверен, что особо сильно не били, потому что сниппет я знаю, что сам набивал, а вот, ну и то даже, наверное, чуть докупал, а вот эти игроки как раз таки не акцентировали свое внимание, ну и понятное дело, что вот эти вот все фракции дополнительно получают еще сверху по 500 танкоинов за как раз таки топ-5, вот эти вот все игроки, которые вы видите на своих экранах, плюс еще зафармили, то есть грубо говоря уже окупили процент от этих вложений в этом ивентике. Также, что касаемо личных наград далее, да, то есть у нас есть здесь личные награды, где у нас тут регламент был, только я вот не помню, а вот он. Есть дальше эти самые награды, да, то есть если у нас в первом этапе получают топ-5 500 танкоинов, то уже в следующем этапе получают целую тысячу игроки, да, за эти же самые два дня, дальше у нас полторы тысячи, две тысячи и две с половиной, то есть уже с завтрашнего дня игроки, которые будут в топ-5, сумеют зафармить тысячу танкоинов за топ-5 своей фракции. Понятное дело, что где-то будет покупаться звезды, так же самое, потому что изначально в этом ивенте сделан акцент на покупку звезд, да, и те игроки, которые, например, покупают звезды ради вызова принято и просто имеют какую-то фракцию, тоже как бы получают еще и дополнительно призы от Тюда, ну и плюс продвигают фракцию. Тот же Туза, который не получил до сих пор на свой аккаунт кризис с AXT, который боролся в один из моментов за него, что-то мне подсказывает, будет в этот раз бороться как раз-таки за этот кризис в этом ивенте, да, то есть если открыть сейчас этот сайт, то здесь видно, что у диверсанта, например, 7600 звезд, у Вали 7100, у вот этого молодого, я даже не знаю, не видел его в этом ивенте 6000, ну и вот у Туза 5700. То есть если учитывать тот факт, что Туза в один момент покупал, сколько он покупал? Ну где-то около 100 тысяч, да, то есть около 100 тысяч, то сейчас, когда здесь всего лишь 7000 за кризис, я более чем уверен, что, например, такой игрок может спокойно купить там 1020 еще сверху звезд вообще без каких-то проблем, ну и считайте, что если этот молодой человек у нас получается во фракции за Хьюстонов, то есть он купит плюс 20 тысяч звезд, то есть он эту фракцию поднимет очень сильно наверх. Так же само вот диверсант, если он будет тоже бороться за звезды, за, вернее, кризис, то он тоже поднимет свою фракцию, а он, например, у нас во фракции Лам, да, то есть он тоже как бы поднимет свою фракцию наверх. То есть в этом плане очень сильно решают то, какая фракция имеет больше донатеров в своем арсенале, которые будут вкладывать, даже может быть не в этот ивент, они будут как бы вкладываться в вызов принят, в борьбу за кризис, но при этом с этой борьбой за кризис они просто поднимут какую-то фракцию в ралли Танкаре, да. На это, в принципе, и был сделан акцент в этом ивенте со стороны разработчиков, да, этот конкретный pay to win, но нам, как простым смертным, остается только надеяться на удачу где-то в какой-то степени, ну и просто набивать свои 200 звезд, которые я, в принципе, успешно сумел приподнять в рамках первой нашей фракции. Ну, а, кстати, насчет командного выбывания, здесь уже есть орешки, да, а котов нету. То есть, возможно, возможно, это не баг, но, но перед рестартом орешки точно находились на последнем месте, а как раз-таки та самая фракция, которая у нас якобы выбыла, да, якобы ее здесь не показывают, а именно котов, они как раз-таки были на пятом месте. Поэтому очень сильно непонятно, как это все дело работает и почему все дело именно таким образом поворачивается. Надеюсь, что в ближайшее время мы эту информацию получим, ну и узнаем, почему все именно так. Иначе просто обидно за фракцию, которая была номинально не последнее место, а сейчас, бах, ее просто взяли и убрали, да, и то есть у нас в выбывании якобы, в этапе на выбывании просто есть одна команда, которая стоит, а второй команды нет. Пишите, что вы думаете по всему этому поводу, как вам вообще ивент, бьете ли вы звезды, за кого вы бьете звезды, ну и будете ли вы бороться за призы дальше, считаете ли интересным для себя этот ивент, насколько он вообще актуален на ваш взгляд, да, и кто победит в этом ивенте, можете тоже предположить. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, и нажимайте на новые видеоролики, но и не забывайте про то, что прямо сейчас по моему личному тегу, который можно найти в аккаунтике здесь, в настройках игры, устанавливая мой личный тег, вы можете поучаствовать в розыгрыше на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, устанавливайте тег, оформляйте покупочку в магазине, танкоины, премочка, дальше спускайтесь в описании, заполняйте форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!